ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ У этих регионов самые сильные и мастеровитые команды. Многие участники имеют шансы пробиться в первую сборную России. Реально просто просмотр резерва регионального. То есть здесь еще есть и командная борьба. Поэтому мы реально смотрим, где, в каком регионе, как чувствуют себя парусы спорт. На дистанции борьба идет не только с соперником. Погодные условия и ветер – полноправные участники любой парусной регаты. Кто лучше с ними справляется, тот и уходит в отрыв. Прогнозы здесь тоже не всегда сбываются, но на этот раз в лидерах шли именно фавориты. Независимо от занимаемого места, у всех участников были свои задачи в гонках. Кому-то интересно потренироваться в преддверии более важных стартов. Это гонщики уже международного уровня, которым принципиально важно выступать хорошо именно за рубежом. А здесь они считают, что это так. Кто-то набирается опыта только, потому что приехали молодые начинающие тоже экипажи. Какие-то экипажи собирались именно под эту спартакиаду. С погодой, которая в Петербурге и на Балтике не всегда благосклонна к яхтсменам, в ходе всех дней спартакиады был полный порядок. Дружелюбное питерское солнце, слабый и средний ветер помогли судьям провести 12 захватывающих гонок во всех классах. При этом яхтсмены отмечали непростой характер соревнований в акватории Финского залива. Были тяжелые погодные условия для нас, постоянные заходы, непонятный ветер. Было сложно, но мы старались. В общекомандном зачете парусной спартакиады первое место завоевали москвичи. Вторыми стали яхтсмены из Краснодарского края на третьем месте команды Санкт-Петербурга, обошедшие ростовчан в самой последней гонке регаты. В этих командах больше всего претендентов на переход из молодежки в главную сборную страны.